В программе будет жаркая дискуссия, модератором которой будет известный наверняка многим из вас Алексей Мерсон. Также вот у нас Леша с нами, привет. Еще у нас несколько представителей будет. У нас будут представители независимых сообществ и представители компаний. То есть Катя Фирсова и Женя Голева у нас будут из компаний, а Кирилл и Леша, они будут от сообществ. И поэтому я передаю слово Алексею Мерсону, нашему модератору, и давайте держим кулачки, чтобы дискуссия была действительно полезной, потому что в конце вы получите рекомендации. Погнали. Привет. Привет-привет. Так, да, меня зовут Алексей Мерсон. И, ну, во-первых, да, спасибо Леше, Краенскому и Насте, что, организовая эту дискуссию, изначально пришли с вопросом, а кто бы мог поучаствовать, но меня прям задела заживо эта тема. Вот, поэтому внезапно я оказался целым модератором этой дискуссии. Смотрите, ну, кто-то меня знает как девелопер-адвокат продукта Sage, азерабилити-платформы ТБанка, но гораздо раньше я стал одним из активистов, там, одним из лидеров сообщества SPB.net. И, по сути, это сообщество дало мне вообще, ну, дорогу, наверное, во всю историю, связанную там с докладами, с техническим пиаром, с деврельством и все такое. То есть сообщества играют очень важную роль в нашей жизни. И сейчас в сообществе SPB.net уже несколько лет я занимаюсь такой ролью взаимодействия с партнерами, потому что, вот Настя уже сказала немножко, то есть, в принципе, сообщество может делать много вещей разных. Мы в SPB.net, например, там занимаемся редактурой переводов книг, или мы там делаем стримы, где обсуждаем какие-то темы, мы там делаем обучающие курсы какие-то. Но, как правило, все эти штуки, вот то, что я перечислил, оно, ну, что нужно для стрима? Ну, вот максимум стрим-ярд, а как минимум Zoom, да, YouTube, в общем-то, ничего, никаких ресурсов особых для этого не нужно. Для того, чтобы записать серию обучающих видосиков или подкастов, опять же, ну, нужны какие-то микрофоны там. И, ну, короче, дороже всего, на самом деле, время того человека, который это все продвигает. Это тоже на его совести. А вот для того, чтобы сделать оффлайн-митап, ну, вот как-то бесплатно почему-то это не получается. Наверное, как-то реальный мир протекает в наши виртуальные абстракции. И, ну, на самом деле, кстати говоря, в некоторых регионах, опять же, при некоторых сочинениях обстоятельств бесплатно сделать можно. Есть же такие штуки, как точка кипения, например, которые, типа площадки, которые предоставляются бесплатно или там на базе университетов можно делать. Ну, это частные случаи. А в целом вот мы в сообществе СПОБУД.нет сделали почти 100 метапов. У нас вот прошел 98-й, скоро будет 99 из 100. И, ну, чтобы сделать такое количество метапов, ну, все равно нужны какие-то ресурсы. Это площадка. Там, чтобы провести метап, нужна площадка, нужно покормить гостей, нужно видеосъемку сделать. А мы про образование. А образование – это мы хотим выкладывать все записи. То есть мы не только про оффлайн-встречи. Поэтому ресурсы нужны. И я занимаюсь взаимодействительными партнерами. И очень много разных диалогов было на тему, кому идти, что спрашивать, что от нас хотят. То есть многие хотят, чтобы мы передали базу контактов. Ну, DevRel – это же про HR-бренд. HR-бренд для найма. А для найма дайте нам контакты ваших ребят. Вот тогда посмотрим. Ну, мы так не делаем, потому что для нас участники нашего сообщества, то есть они нам доверяют, и мы хотим, чтобы доверие сохранилось. То есть контакты мы используем только для анонсов мероприятий, для коммуникации с нашей аудиторией. Кто-то говорит, что не готов предоставлять площадку без своего спикера. Кто-то говорит, что давайте, а вы можете нам под ключ сделать, у вас есть там юрлицо, что-то такое. Короче, есть очень много разных историй про то, почему нет. И гораздо меньше историй про то, почему да. И, ну, вот это большая боль, поэтому сегодня мы собрали прекрасных людей. Это Алексей Коровянский и Кирилл Розов. Да, я не перепутал фамилию. Да, Кирилл Розов, которые представляют сообщество. И Катя Фирсова и Женя Голева, которые как бы представляют компании, хотя и там есть непростые истории совмещения этих ролей. И вот предлагаем сегодня обсудить, почему же так больно, есть ли какие-то успешные кейсы, когда не больно, и какие-то вынести рекомендации для тех, кто только начинает этот путь или, может быть, зашел в тупик. Я сейчас попрошу ребят представиться и начну с Леши Коровянского, потому что все-таки он залидел всю эту историю и пригласил нас всех сюда. Поэтому, Леш, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Да, Леш, спасибо. Значит, я сам программист, математик по образованию. Соответственно, IT для меня это профильное направление. И я с 2011 года стал заниматься организацией сообществ Google Developer Group. Тогда в эти годы еще в Гугле не понимали, зачем им это. То есть люди внутри Гугла говорили, зачем эти энтузиасты что-то собираются, где-то там, как-то что-то рассказывают, что с нашим пиаром не согласовано. И я был одним из этих энтузиастов ранней волны GDG, потому что я сам был Android-разработчиком. И на этой всей движухе залетел в активную организацию мероприятий. Как и все время, было интересно сделать что-то более масштабное, что-то более мощное завтра, чем вчера. И органично достаточно пошел по этому пути. Через какое-то время мы в 2012 году сделали первый дефест. Сделали вообще много событий таких уникальных, прорывных для нашего города. Нас, как и многих других ребят в других GDG-группах, очень драйвила вот эта идея того, что мы делаем что-то для своего города, для сообщества. Там столько было моментов, таких каких-то очень искренних, классных, наполненных. Когда люди после мероприятия выходили и говорили, что они пережили, какие у них эмоции. И дальше я стал Google Developer-экспертом. Очень сильно посмотрел на эту всю движуху с позиции спикеров, с позиции Google-а где-то чуть больше, как они этим стали уже системно заниматься. И, наверное, хочу резюмировать тем, что примерно к 2017-2018 году в России было порядка 30-35 или даже больше групп GDG-жишных. Это было очень интересное сообщество, которое было построено именно на независимой инициативе, скажем так. И я сегодня, может быть, за нашим круглым столом нашей дискуссии могу какие-то кейсы понабрасывать, которые я получил в процессе этого опыта. Спасибо. Я передаю слово Кате Фирсовой. Катя, расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказалась. Случайно. Я вообще HR-директор. Всем привет. Нет. Диврелом занимаюсь в качестве хобби в свободное от основной работы время. Ну, правда, параллельно я еще один из организаторов Python-завтраков в Москве последние шесть лет. Организатор Владимир Техтокс. Метапы в Владимире. Последнее время мы делаем метапы на Мальте, развиваем там комьюнити. Это тоже такой интересный, забавный опыт. Много выступаю. И я, наверное, представляю чуть-чуть больше компанию, но еще немножко со стороны сообщества тоже могу посмотреть. Для меня очень важно, что мы за последние четыре года организовали почти 30 метапов во Владимире, в котором раньше говорили, что, ну, IT как-то не очень много, а теперь его оказывается достаточно много. И это интересный классный опыт. И часто взаимодействую с различными сообществами. Делаем метапы в других городах. В Нижнем делали, в Питере делали. И с удовольствием поучаствую в дискуссии. Спасибо, спасибо. Женя, Женя, расскажи тоже, что тебя привело сюда. Да, Леш, привет. Как Леша, другой Леша, Каравянский, начал, значит, со своего образования, я тоже похвастаюсь, у меня инженерное образование, я тут не просто так, но я пошла заниматься обучением взрослых в Люксофте в T&D, потом занялась, собственно, Developer Relations в Ламода с 2016 года, и сейчас руковожу командой техпиара Вавита, и все это время так или иначе приходилось и хотелось поддерживать внешние сообщества, внутренние сообщества и взаимодействовать с ними, поэтому какой-то опыт тоже накопился. Вряд ли прям 30 метапов мы проводили, но тем не менее, я думаю, что нам удается выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с теми сообществами и инфлюенсерами, которые нам интересны. Надеюсь, мы сегодня прекрасно побаттлимся с коллегами. Ну, а я надеюсь, что подискутируем. Значит, да, да, спасибо. Жень, Кирилл, вот мы когда созванивались, тут накидывали темы, Кирилл пришел в таком настроении, что мы думали, ну все, сейчас тут вообще будет кровь в кишки, вот. Но кажется, что в итоге, может быть, и нет, а может быть, да, Кирилл, расскажи, чем ты занимаешься в сообществе, в каком и что тебя бомбит. Всем привет. Ну, мой опыт в основном инженером, и как бы я считаю себя инженером, то есть я занимался и сообществом, то есть лидер GVG Minsk в сообщество когда-то был, то есть был даже Google Developer-экспертом. Сейчас я занимаюсь своим, я не знаю, можно назвать это сообществом, скорее канал, Telegram, Telegram, YouTube-каналы, Android Broadcast. Но как-то стало так, что вокруг них образовалось, наверное, самое крупное русскоязычное Android-сообщество, и всех людей, которые интересуются технологиями рядом. Помимо этого, я, в принципе, все так же активно выступаю на конференциях, помогаю кому-то хорошему движу. Вот, например, там одна из инициатив, которой я участвовал в создании, это Mobile Broadcast-сообщество. Вот, и, в принципе, стараюсь всегда в таких движеках подписываться, поддерживать, развивать стелью того, чтобы экспертиза росла, появлялись новые классные, крутые ребята, и, в принципе, у нас то становилось получше, получше, и лучше всех в мире. Спасибо. Кирилл, слушай, ну вот я сейчас рассказывал про то, что у нас было. Это вот мы встречались, как правило, с таким потребительским, как сообщество Spod.net, встречались с потребительским отношением, ну типа вы давайте нам что-то, что-то давайте, короче, как-то нам вот там людей, ну что-то, что мы будем просто так вкладывать деньги в митапы, или давайте вот договор подпишем, вы на себя всю ответственность возьмете и сделаете митап, а то так мы и сами можем. Вот какая у тебя, какие у тебя были истории, вот что шло не так, то есть почему тебя вот эта тема так задевает, какая история у вашего сообщества? Слушай, ну компании обычно в своем отношении к сообществам делятся на два типа. Первый – это кто хочет, соответственно, ну как-то поддержать, помочь, порекламироваться, то есть, ну мягко просто рассказать о чем-то все. Есть вторая категория компаний, ну или может это людей, работающих в компании, подходит, я тут прям точно не скажу, но они прям хотят выдавить сообщество максимально. Выдавить – это план, не знаю, получить контакты, засунуть своего спикера, там вообще вот все, то есть если тут мы платим, то мы там, вы нам отработаете вдвойне эти деньги, если не вдвойне. Вот, и это очень сложная история, тогда компании, они относятся к сообществу как просто источнику, типа, куда-то пропихнуться, закинуть, вот типа, чтобы что-то решить. То есть они не ощущают сообщество как неотъемлемой частью роста индустрии, как ее развитие, наполнение кадрами и всего, и вот это зачастую проблема. То есть и тут, да, на словах, как бы обычно компании все говорят красивые, крутые слова, но тут как, ну вот самый важный момент, как это проявляется на действиях, то есть конкретно на действиях как это происходит. То есть как компания заходит и что начинает из этого делать. И вот тут, к сожалению, с подходами, когда компании больше стараются вот что-то сообщество достать себе больше, чем они туда вкладывают, она, к сожалению, очень частая. Но не такая регулярная, прямо могу сказать, но зачастую. То есть сталкиваемся, например, даже когда мы вот с моим другом Лешей Гладковым организовывали мобайл-бродкаст, мы ходили к компаниям, то есть идею, как продолжить развитие сообщества глобальных всего. Зачастую первая фраза, которую мы слышали от компании, что мы с этого получим. То есть не даже то, что там будет развиваться сообщество, кадры, которых сейчас, как вы можете, там, особенно если российский рынок, это дефицит там от полумиллиона до миллиона кадров, то есть нет, в сторону, то есть важно только конкретно, что мы конкретно с этого получим. Вот это общение с российскими компаниями. Я сам из Беларуси. В Беларуси тут, в принципе, DevRel всего этого практически, можно сказать, что не существует в направлении понимания. Оно как бы и до 2020 года, в принципе, тут трудно было, а после 2020 года это вообще то есть все разрушилось. Вот, и это вот, наверное, мой такой опыт. Но, говорю, у меня есть много позитивных кейсов. Там мой личный кейс классный, позитивный, это моя совместная работа в Android в руткасте с AvitoTech. Это вот прям классная синергия, когда в партнерских отношениях можно закрыть потребности и одного, и другого партнера, и все это получается классно, естественно, и с хорошей репутацией, и без каких-то ущербов друг другу. Вот, тут опять же, типа, что когда компании приходят себя поддержать, потому что видят, что классно, хотят это сделать, и естественным образом их бренд тоже растет, получается, этого профитом. У Джейна Родпатром не сможет прокомментировать со стороны компании, как это происходит. Но в целом у нас очень, у компании слабая культура относиться к сообществам, как вот к благотворительному фонду, чтобы что-то дожертвовать, вкладывать, чтобы развивалось, развивать свою репутацию. У нас больше такое, типа, именно вложение, как вот вложение с инвестициями. Я сейчас вложу денег, когда я там сниму быстро свои проценты, чтобы поднять на этом все. Да, да. Женя, вы возвращаете инвестиции с вкладов в сообщество? Или как в топку деньги закидываете, и, типа, горя оно все метапами? Слушай, слава богу, у нас нет задачи считать рой возврат инвестиций от поддержки сообществ. Но мне кажется, я бы здесь немножечко оппонировала. Все-таки нужно понимать, что поддержка метапов – это действительно бросание денег в топку, потому что это настолько длинные инвестиции, которые ты никогда не знаешь, как-то окупятся, и далеко не все компании на это готовы идти. То есть те компании, которые побольше, постабильнее, у которых уже есть много денег, они могут. Или маленькие компании, которым пофиг, они такие быстрые, шустрые, что-то быстро сделали, по приколу для себя, но они не считают возврат инвестиций. И мне кажется, требовать подсчет роя от поддержки сообществ – это очень упадническая стратегия. Вот мне кажется, что на самом деле, мне кажется, принципиально вот прям поддержка метапов именно различается, готовность между компаниями, у которых есть свой метапный зал в офисе, и нету. И вот, но при этом же, наверное, построить такой зал, ну, с одной стороны, это дорого, и, ну, дорого в разной степени. Я, наверное, самый крутой зал, который я видел, был в офисе JetBrains в Питере. Там был просто сумасшедший вообще зал. Вот, но в целом я видел разные залы, там, начиная от того, что столики в столовой разгребли, там, поставили проектор, и заканчивая, ну, действительно, профессиональной аппаратурой. Но, с другой стороны, наверное, это, ну, тоже какой-то этап в жизни компании, который имеется в виду, что этот зал, ну, вот я работал 12 лет в одной компании в свое время, и когда переехали в новый офис, там сделали небольшой зал, он там был человек на 50, но, тем не менее, он нужен был чтобы внутренне проводить какие-то встречи, типа там, не знаю, с руководством, просто какие-то обучающие лекции, еще что-то. То есть это гораздо шире, чем митапы сторонние, но при этом, а сторонние этапы, это скорее как вот, знаете, как в самолетах, там, дозагрузка кресел, вот она, типа, что-нибудь продать такое подешевле, дешевле себе стоимости, но чтобы просто пустые эти кресла не летали, так же вот можно, типа, пустить сообщество, у тебя все равно зал простаивает, казалось бы. Вот, Кать, насколько я знаю, вы чуть ли не выстроили тоже свой зал, расскажи, как работает эта механика. Да, спасибо большое, что дал слово, а то бы меня сейчас уже начало рвать немножко. В Эльтенар у меня уже опыт обустройства трех залов для митапов. Два зала делали во Владимире, один зал на Мальте. Немножко расскажу, потому что тема такая прям горячая. Изначально у нас действительно был как раз зал для All Hands, небольшой, приятный, как раз для внутреннего общения. Выяснилось, что для митапов он не очень подходящий. И вот история, что же он простаивает, давайте делать там митапы, у нас так началось, но оно прям плохо закончилось. Ну, то есть, ну, не то чтобы прям совсем плохо, но неподходящий. Для митапов зал должен быть специально оборудованный. Просто мимо проходящее помещение – это не очень хороший вариант. Дальше мы какое-то время ходили по чужим площадкам. Такое у меня тоже было, причем во Владимире. И в тот момент, когда у меня возникли серьезные проблемы с площадкой за час до мероприятия, мы поняли, что пора делать свою хорошую площадку. Ну, вот просто нам пришлось арендовать там в центре города, сделать обустроить, потому что, ну, мы были вынуждены в какой-то момент. Но мы могли, как компания, себе это позволить. Вот. А на Мальте, например, мы как раз делали митапную вот эту комнату из столовой. Мы с коллегами вот прям реально выносим все столы, все переоборудуем. И причем получилась митапная комната на 100 человек. Ну, такая достаточно большая, приятная, оборудованная. Вот. Но сделать это было достаточно сложно, потому что до нас вообще митапы на Мальте никто не делал. И вот с нуля взять и сделать, все коллеги испытали глубочайший шок. На самом деле, когда там 4 года назад я предложила делать митапы во Владимире в офисе, коллеги тоже испытали максимальный шок. Как? Зачем? Что делать? И страны сообщества иногда кажется, не, ну что такое сделать митап? Это же легко. У меня огромное количество опыта, когда надо объяснить офис-менеджерам, охране, уборщицам и прочим, и прочим, и прочим, что вообще будет происходить, как это все будет и что от них требуется. Казалось бы, да что тут сложного? Ну, на самом деле, организовать всю эту махину, чтобы она нормально сработала и, не знаю, не возникало ни для вопросов. Вовремя в субботу открыли столовую, там еще что-нибудь такое. Вот, казалось бы, такие мелочи, но в реальности это очень много работы. Это много денег, работы и самое главное усилие, чтобы это все сработало. Вот. Ко мне приходили много раз сообщества, с которыми нас не складывалось. Приходили, знаете, по какому поводу? Давайте, вы на все организуете, мы вас упоминать не будем, ничего для вас не сделаем. А что, вам что-то надо? Нет, мы еще не будем. А еще мы... Денег нам дайте, пожалуйста. Вот. И это, конечно, классный подход, но не очень. Ну, то есть вот вин-вин здесь нет, к сожалению. А я сталкивалась за последние несколько лет с этим уже достаточно много раз, хотя у меня площадка не в Москве и не в Питере, а во Владимире и на Мальте. То есть не самые распространенные места, я так скажу. Вот. Да, спасибо. Сто человек в столовой, это, конечно, вы там хорошо кушаете, на Мальте чувствуется. Леша, слушай, вот сейчас Катя несколько раз подчеркнула, что не в Питере, не в Москве, а в Владимире. Вот ты как человек, который был увлечен в ГДГ движуху, которая как бы охватывала очень много регионов, расскажи, пожалуйста, какая есть региональная специфика, потому что, ну, вот я в Питере делал митапы, и с одной стороны, конечно, у меня есть сложности, но кажется, они, ну, вот я даже видел по-наши, у нас тоже, если что, и в SPB.NET было в Питере в 19-м году 13 сообществ по городам. Ну, не в SPB.NET, у нас в .NET.ru, это такое объединение сообществ. И там было SPB.NET, и MSK.NET, и прочее-прочее чего-то .NET в разных городах. Но вот они ковид не пережили. То есть фактически осталось только SPB.NET, наверное, потому что здесь самые активные лидеры были, и в целом те, кто эту .NET.ru движуху начинал. Вот как с твоей колокольни, какая специфика в регионах, и что там можно сделать, что не получается? Да, в регионах, как мы видим, это получается более тяжело. То есть выживаемость сообществ по статистике меньше. Я на примере Омска могу рассказывать, то есть сколько в Омске пытались сделать там какой-нибудь Kotlin User Group, столько раз он умирал через 3 месяца после старта. Сколько раз пытались сделать какой-нибудь там что-то там JS, столько раз оно жило примерно 3 встречи. И вот мы в плане дефеста, мы очень системно этим вопросом задаемся, нас интересует, а почему так? И где эта граница между Омском, Москвой и Калифорнией, условно? И вот мы, во-первых, пошли от слова, что такое сообщество. То есть мы поняли, изучая это, что сообщество – это объединение, построенное вокруг идентичности. То есть эти люди, разделяющие какие-то общие взгляды, мотивация какая-то у них общая. У сообщества может быть не быть общей цели. И мы также поняли, что сообщество бывает двух типов. Построено вокруг идентичности, связанной с регионом. То есть мы все амичи. И мы приходим на мероприятия, обсуждаем… Ну, вот у нас есть в Омске сообщества, на которых амичи собираются и обсуждают совершенно разные какие-то темы. Сегодня мобильную разработку, завтра веб, послезавтра бэкэнд, менеджмент. То есть идентичность строится на том, что мы все амичи. А есть сообщества, построенные на идентичности технологической. То есть мы, например, все JavaScript-разработчики, Android-разработчики и так далее. И вот именно мы наблюдаем, что в Москве и Питере есть пересечение, когда и региональная идентичность, и технологическая. И вот по моим, по нашим наблюдениям, очень мало региональных сообществ, которые имеют вот такую идентичность, пересекающиеся. И вот здесь вот у меня есть такая мысль на подумать для всех. Мне кажется, что если кто-то в регионе начинает заниматься организацией сообщества, то он неизбежно прекратит это делать, если он не перейдет на уровень глобальный и не станет частью какого-то более глобального цельного сообщества. Вот в этом, в таком смысле, и был секрет GDG. То есть люди начинали делать у себя, но им не хотелось переставать это делать, потому что они в какой-то момент понимали, какая это классная глобальная движуха и хотели быть ее частью. И, ну вот, это я рассказал про регион. Хотел бы еще немного добросить в обсуждение про компании. Я хотел сказать, что Google в свое время поняли, что, ну, если ты хочешь делать что-то масштабно, в масштабе страны или тем более всего мира, заручиться дружбой с энтузиастами, это намного выгоднее и эффективнее, чем пытаться все своим пиаром и своими деньгами покрыть. То есть Google, по факту, много денег сэкономил и смог построить систему, в которой, если они сегодня что-то делают, то завтра об этом говорят в каждом дворе разработчики. Причем, ну, такой пиар работает лучше, да, когда друг другу рассказывают, а не кто-то приходит в официальном костюме из компании и рассказывает про какие-то апдейты. Вот, поэтому мне кажется, это, конечно, очень стратегическая работа, она на масштабе только работает. Ну, вот, мне искренне хочется верить, что в России есть какие-то либо какие-то национальные чемпионы, либо какие-то компании, которые хотят, наоборот, ворваться как-то и какой-то, ну, как сказать, сделать такой, как сказать, за счет этого репутационный прыжок хороший. Вот, поэтому я вот искренне верю, что какие-то такие вещи, похожие на GDG, можно делать и нужно делать в России. Вот то, что делают Кирилл с Лешей в Mobile Broadcast, это прекраснейшая вещь. Ну, вот, я бы на нашем месте всячески подумал, как это стоит поддерживать. Так, а вот все-таки, если говорить про региональную специфику работы с партнерами, то, ну, вот, в моем представлении, почему у нас региональные .NET-сообщества чувствовали себя не очень живо, там, наверное, две причины. Первая причина – это то, что там меньше людей в целом. Это значит, что меньше экспертов, это значит, меньше местных спикеров, которые могут о чем-то рассказать. То есть, как бы, получается, сообщество вырождается, потому что у него нету такого масштабного обмена знаниями людьми, как там в столицах. А вторая проблема – вот я рассказывал про то, что нужны ресурсы для оффлайн-метапов, а компаний в регионах тоже меньше. Либо вот это, мне кажется, больше сейчас такой тренд пошел. Мне кажется, вот в те времена, когда мы это начинали, такого было меньше. Но, тем не менее, многие компании, большие, они присутствуют в регионах, но предпочитают там проводить мероприятия под своей гидой, что типа вот мы тут в регионе, вот мы. А как бы местное сообщество поддерживать, ну, получается, компания как там бренд, как величина информационная сильнее, чем, собственно, сообщество. И тогда как будто бы и смысл с ними партнерится. Вот. Мне кажется, что смысл на самом деле есть, потому что, ну, компания – это всегда профилированность. То есть, грубо говоря, вот и мероприятие компании – это мероприятие этой компании. Если я работаю в другой компании, то сотрудничество, вот, как бы пойти выступать на этом метапе и все прочее – это немного история про уже какое-то проявление, ну, там, не знаю, лояльности, еще чего-то. То есть, а к тому, что независимое сообщество в этом смысле может работать как дополнительный другой канал, как площадка переговоров, да, допустим, когда это вот какая-то посредническая история. То есть вот на независимой площадке могут собраться в другом немного формате, с другими, там, о других вещах рассказать и так далее, нежели на метапе компании. В том числе и требования могут быть другие. То есть, грубо говоря, компания может, например, предъявлять большие требования к спикерам и меньше спикеров подойдут под этот формат тогда. Потому что компании важно выдержать уровень. Но при этом, там, вложив какую-то… какие-то ресурсы в сообщество, можно, как бы, сделать уровнем меньше мероприятия, но при этом оно как раз вовлечет тех, кто еще не готов вовлекаться в такие большие истории. Вот, ребят, кто может что-нибудь прокомментировать на эту тему? Я даже не знаю, кому тут передать слово. Леш, ты разметился. Да, можно. Я скажу, со второй частью полностью согласен. А вот в первой, когда ты сказал, что в региональном сообществе тяжело найти спикеров и в целом людей, да, что capacity, возможно, меньше, чем в столицах. Ну, вот нас в GDG, ну, и вообще это такой мой какой-то бай-дизайн паттерн, как организатора, да, потому что я, когда начинал делать сообщество, это была вообще центральная идея, которая транслировалась в GDG, что сообщество начинается с двух человек. И, ну, типа, если… ну, типа, почти в каждом городе, да вообще в каждом городе 100% в России есть два человека, которые могут с собой что-то обсудить. И вот в этом и фишка сообществ, что, ну, как бы это больше история про качество, да, то есть мы всегда закладывали идею, что на митапе может быть немного людей, но если это классные ребята, им кайфово вместе, это может быть вообще лучший митап и в их личной жизни будет. И может в нем что-то такое родится, что, ну, окружающий мир изменит. И вот компании как раз часто пытаются гнаться за вот этими количественными метриками, и как бы, ну, понятно, там, охваты, пиар, он пытается свой рой так строить. Это логично, я это поддерживаю, но это как бы не отменяет позицию того, что можно даже очень маленьким составом в каком-то регионе, в каком-то городе делать крутое сообщество. То есть здесь сообщество вообще как бы с количеством мало связано. Ну, спасибо, да, в принципе, резонно. Я тут еще хочу сказать, что есть форматы, конечно, то есть мы все-таки говорим здесь больше про метапы, но вообще есть форматы, это вот деврал-сообщество, у нас деврал-завтраки, например. Деврал-завтрак – история, которую можно организовать везде, где есть какие-то заведения, которые работают утром и готовы покормить какое-то количество людей. Вот, может, то есть всегда можно, конечно, найти какую-то платформу для общения, которая будет там стоить мало или ничего. Вот, ну и опять же, да, надо не забывать про штуки типа точки кипения, которые тоже дают такие возможности. Так, Женя, у тебя рука или... Да, да, у меня рука. Даже две. Десять пальцев. Ребята, я на самом деле прокомментирую, как модератор сейчас немножко процедурно. Я вот смотрю на вас, красивых, вот, и мне очень-очень в уголке глаза видно чат наш, в котором что-то, какие-то есть комментарии. Поэтому вот я лучше всего замечаю, когда вы разметились. Для меня это прям суперзнак. Вот, чуть хуже руки, поэтому давайте как-то так мне сигнализировать, пожалуйста, я буду давать слово. Спасибо. Окей, Марзянка отсигналила. Слушайте, мне тут еще кажется важным дополнением история. Я же когда делала исследование developer relations специалистов русскоязычных и на территории СНГ, я задавала вопрос, какие сообщества вы сейчас поддерживаете, внутренние или внешние? Я же не помню точную формулировку. Я была потрясена, насколько в 22-м году, относительно предыдущего, 21-го, сместился баланс большинства компаний, пошли создавать свои сообщества или поддерживать свои сообщества внутри компаний, потому что это стабильно, это те люди, которых ты уже нанял, и это сильно больше масштаб, чем какие-то неизвестные сообщества по 50 человек. И может быть, может быть, внешним сообществам стоит подумать, как они могут встроиться в эти системы, как это можно сделать взаимодополняемым, потому что сейчас это абсолютно раздельные сущности, которые не пересекаются. Вот вам, как лидерам сообществ, видится в этом какая-то перспектива? Вы видите, какие есть варианты сотрудничества с этой историей? Да, Кирилл, давай. Ну, во мне, вот в моем взгляде лично, есть большой плюс независимых сообществ, что ты не привязан к никакой компании, потому что у людей есть разные отношения к компаниям. Потом там, завтра я не буду сотрудником этой компании, буду ли я иметь право в это сообщество попадать еще на какие-то встречи? Может, они на эти встречи, что закрыты обсуждают, и часть их не проходит публично. Вот. И как раз на моем понимании, что сообщество должно быть общим, в нем не должно быть границ, вот ты сотрудник, не сотрудник, вот это вот какая-то останавливающаяся, или какой-то привязки к компании, потому что привязка к компании все равно, скажем, силу репутационную создает того, что, не знаю, может, мои данные заюзают где-нибудь, чтобы мне рассылочку делать или что-то еще. И независимость вот таких сообществ, которые, соответственно, у тебя просто собираются в городе, где-то независимо от любой компании, от офиса или чего-то, это дает больше, наверное, расслабления в каком-то понятии. То есть ты понимаешь, что вот это просто энтузиасты, которые спрашивают. А если я нигде не работаю, если вот человек, который входит в IT, мне интересно собираться, узнавать, как мне туда пойти, на эти сообщества попасть. Потому что зачастую, будем честны, компании на свои ивенты, что метапы, что конференции, они хоть и бесплатные, они собирают заявки и смотрят на твой уровень. И зачастую туда попадает middle и выше. И вот как раз-то независимые сообщества, они такого фильтра не имеют, и это их большой плюс. Поэтому все-таки компании даже делают свои сообщества не с целью такие, мы хотим вот развивать айдетели со знаниями. Нет, они делают того, чтобы просто собрать этих специалистов у себя и побольше впихнуть им про свой бренд, рассказать им вот про то, какие крутые, чтобы выприхать. Не все, но зачастую так происходит. И цель, ну или может я просто уже, скажем, этот прожженный, и меня уже не переубедить, но большинство крупных компаний, по крайней мере, вот именно крупные, то есть это, я говорю, тысяча плюс человек, минимум там разработки, вот они зачастую делают это с такими целями, для них это просто типа способ насыщения кадрами. Это ты говоришь про внешние метапы, которые компания делает. Существует внутреннее прям сообщество, не знаю, бошников, питанистов, плюсов, кого угодно, да. И они встречаются внутри компании и готовят доклады без идеи, да. Ну мы вот друг другу можем нормально рассказать, что там было-то, почему что-то упало, почему мы лежали три часа, вот эти истории. И туда, как бы, мне кажется, внешние сообщества туда не встраиваются. И, ну, в моей голове, например, в моем подходе к сообществам, сообщество достаточно зрело, когда оно проводит не только внутренние такие между собой очки, но и готово выходить наружу, проводить внешние метапы и соприкасаться с внешним сообществом. Я вот про эти внутренние сообщества говорю, а не про метапы. Вот видишь ли ты точки соприкосновения независимых сообществ внутренних? Внутренних? Да, честно, на самом деле, я не очень понимаю эту закрытость, вот эту сграниченность внутренним сообществом компании. Звучит как-то, типа, как клуб масонов какой-то по теме, собранной внутри, и которым мы там что-то рассказываем, но не всем это можно узнать. И вот эта мне идея не очень нравится. Мне больше нравятся идеи, которые как раз объединяют специалистов и дают возможность всем одинаково, независимо от того, какой у тебя опыт, какие у тебя, где ты там работаешь или что-то еще. И вот эта идея мне нравится намного больше. Тут я смотрю, и Леша, и Катя хотят включиться. Не знаю, Леша, давай Катю послушаем, и я тебе передам слово потом. Катя, мне кажется, что ты как раз, тебе есть, наверное, что сказать про границу вот эту между внутренним и внешним, учитывая, что вы такое делаете во Владимире прям, ну, может, и не только во Владимире, но во Владимире, мне кажется, вот как раз такая история вроде бы и внутренняя, вроде и нет. Да, мне кажется, что вроде да, вроде нет. Это как раз про нас. Как мы нашли эту границу, давайте расскажу. У нас ни там, ни там нет альтенар-метапов, альтенар-конференции. И там, и там – это локальная история. Мы делаем метапы, где нет наших спикеров. Я не очень сильно влияю на тему, ну, то есть, конечно, есть там какой-то кулучинг, есть программный комитет, но, опять же, я там далеко не одна. И в программном комитете есть ребята из других компаний, и они тоже очень сильно влияют на то, что еще будет в итоге на метапах. Это какая-то такая принципиальная история. Мне очень хочется, чтобы эти были метапы не про нас как компанию, а вот про то, что происходит вокруг. Единственный момент, например, что я как программный комитет против. Я против, чтобы приходили, продавали свои услуги. Я против негатива. Я против каких-то таких ярких высказываний. Но, мне кажется, любой адекватный программный комитет против подобных историй. Вот. Мы не продаем, другие не продают. Мы не харим, другие не харят. Ну, какая-то такая, знаете, свободная, честная, открытая среда, в которой можно нормально говорить. И мне кажется, именно поэтому сообщество живо. Сообщество ходит на завтраки, ужины и так далее, и собирается не только на метапах, но и вокруг метапов. Вот. Но это какой-то такой пробаланс. С точки зрения внутренних каких-то метапов, мне эта история бесконечно нравится. Но вот для меня, казалось, внутренним этапом поддерживать сложно. Не хватает ресурсов для этого. Но у нас всего 500 человек. Пока, видимо, рановато просто. Вот. А вот со внешнему гораздо веселее, гораздо интереснее, потому что на внешних спикерах можно пообщаться, поделиться опытом. Для меня это классная возможность, например, пригласить замечательных ребят в офис, моим сотрудникам поучиться, кому-то поделиться. А еще мои смотрят, такие, прикольно, у нас тоже есть. Мы тоже можем рассказать. Классно. Ну, кучу бонусов, конечно. Спасибо. Я как раз хотел спросить, что бы получать с этого, но ты ответил. Леша, ты хотел что-то добавить? Да, я как математик, у меня сразу в голове декомпозиция по, ну, что является здесь основной мыслью, да. То есть вот, ну, то есть я сейчас к теме, которую Женя, да, подняла про взаимодействие внутренних сообществ и независимых. Вот, сообщество – это про идентичность, да, то есть что является идентичностью внутреннего сообщества. Я так понимаю, бренд работодателя, да, то есть так или иначе, это крутится вокруг конкретного бренда. Не, подожди, там технологический стек в основном, ну, бошники, как какой-то компании, они вот прогул, не знаю, там, задачки решают, смотрят обзоры. Такая история. Ну, это же стек, как часть компании, то есть, грубо говоря, там у тебя будет avi.go, да, а не наоборот. Ну, здесь можно так перефразировать. Вот вы когда делаете внутренние сообщества, ну, понятно, что это для ваших сотрудников, в смысле, первая аудитория, сотрудники компании, да, то есть у них понятная идентичность есть вокруг бренда. И дальше, наверное, вы хотите, чтобы на эти ивенты приходили люди какие-то, ну, так или иначе, как-то, не то чтобы фанаты, но как-то, как бы, такие лояльные компании. Я думаю, если кто-то приходит, и он прям такой конкретный хейтер вас, вы, как бы, не очень рады таким людям в сообществе. И мне кажется, ну, это нормально, это абсолютно валидно, что компания хочет построить идентичность этого сообщества вокруг своего бренда. И вот, ну, другой вопрос, который я всегда себе в такой ситуации задаю, а кто является субъектом? Да, то есть, субъект – это тот, кто, от кого, ну, кто может, ultimate decision maker, да? Вот в случае компании, которая сообщества, субъект – это компания. То есть, если кто-то там себя как-то ведет, чтобы компании не понравится, компания скажет, извините, но вы на это мероприятие в следующий раз не приходите, потому что, как бы, ну, мы тут решаем, да? Вот. И, ну, мне кажется, это важно понимать. И вот у меня есть опыт, как создание сообществ, которые независимы, и в которых субъект, то есть у нас есть, допустим, студенческая IT-лаборатория DeFest. Это поддерживается компанией нашей, Effective, но субъектом в этом сообществе мы не являемся, то есть есть оргкоманда сообщества, и она вправе принять то решение, которое она для себя решает правильным. То есть мы не можем прийти им и сказать, то есть мы можем просто как партнеры выступать. А есть у нас компания, у нас масштаб 40 человек, но мы тоже делаем внутренние сообщества по разным направлениям, и нам в этом плане хочется какие-то ивенты этого внутреннего сообщества делать открытыми, чтобы, ну, потому что мы понимаем, что у нас в компании всего 40 человек, и будет намного интереснее, если придут эксперты из других компаний, мы обменяемся с ними опытом. И вот здесь вот, то есть, Женя, возвращаясь к тому вопросу, я это вижу как то, что мы сообщество, мы абсолютно полноценны и, ну, как бы, играем такую же важную роль, как независимое IT-сообщество. Вот мы, когда дефест, как ведем, когда список сообществ, мы стараемся всех учитывать, да, то есть здесь как бы и независимые, и зависимые сообщества, они все полезны для общей какой-то экосистемы. и мы, когда проводим мероприятия, мы внутри вот этого нашего сообщества, да, мы хотим, чтобы приходили другие ребята, и, ну, то есть, мне кажется, это как одно другое не исключает, да, и вот когда ребята другие к нам приходят, допустим, Кирилл к нам придет с мобилбродкастом, как независимое сообщество, мы ему не будем говорить, что Кирилл, ты теперь под нами, мы ему будем говорить, Кирилл, давай сделаем с тобой классную партнерку, да, так, чтобы и ты выиграл, допустим, чтобы у тебя с помощью этого в Омске появился какой-то этот лидер андроид-чаптера или там мобил-чаптера, да, вот мобилбродкасте, то есть мы как компания поможем тебе здесь точечно в Омске найти кого-то, может, это кто-то из наших сотрудников будет, и мы всячески поможем, чтобы это был классный человек, перформил там и так далее, а ты нам поможешь позвать какого-нибудь интересного спикера или сам что-то расскажешь, потому что, ну, на таких спикеров люди идут, да, и вот, ну, мне кажется, как бы здесь одно другое не поглощает, а наоборот дополняет, и, ну, как будто, Жень, в твоей постановке вопроса это было типа, ребята, приходите к нам, а мне кажется, надо не кому-то к друг другу ходить, а просто, ну, как бы жить на соседних улицах, да, и постоянно делать какое-то общее дело, возможно, даже не ходя к друг другу, а просто созваниваясь по телефону. Матричная история, как это, да, матричное руководство. Слушайте, вот я хочу немного, этот, немного как-то это завернуть в более, в более, как это, ну, не радикальную постановку вопроса, а конкретики больше. Короче, вот я тут недавно в Диверал чата закинул, как бы, совмещенный, да, поиск партнеров и анонс этого нашего круглого стола. И, ну, было много лайков, но, кстати, никто не написал с предложением партнерства. Вот, что я там, вот я попытался там сразу же дать такое, описать win-win, по крайней мере, win, как с нашей стороны это видится, для партнеров. То есть я кратко перечислю, что я там писал. Там было, то есть я говорил, что, ну, во-первых, это известность, ну, да, в SPB.net, то есть в SPB в Питере, SPB.net – это величина, наше сообщество имеет там вес, историю, нам доверяют инженеры, и, в принципе, это хороший канал пиара для компаний. Ну, то есть то, что компания просто поддерживает сообщество, это заметят участники сообщества, а их довольно много. Вот. Мы там, ну, соответственно, даем все упоминания в анонсах, там видеозаписи, логотип, мы даем приветственное слово сказать на открытии митапа, там можно какие-то механики делать с участниками, можно, там, и нужно звать в офис, если хочется показать в офис. Ну, иногда, конечно, там бывает наоборот, что не хочется показывать в офис, тогда можно не показывать, на стороне площадки сделать. Но тем не менее. И, но вот это одна история, а мне очень важно видеться, что сообщество развивает инженеров, то есть сообщество – это про повышение уровня инженеров, и, как правильно ребята сказали, что у нас нету фильтров джуны, не джуны, и к нам приходят любые. У нас в сообществе одна девочка, она там когда-то еще там где-то в 18-18 году пришла, она хотела войти-войти. Вот. Сейчас она, я не помню, что-то типа джуниор-девелопер или что-то такое, ну, то есть вот за это время она таки вошла, и при этом, ну, вот без нашего сообщества скорее всего это бы не получилось, потому что она там нашла какую-то поддержку, нашла каких-то людей, которые готовы ей что-то объяснить, там, как-то помочь и так далее. И, ну, а мы как бы держим какой-то уровень материала, и на самом деле он полезен не только джунам, у нас как бы и сеньорские доклады есть, и какие-то офф-топы, которые развивают просто сообщество в T-shape куда-то, в Omni-shape. Поэтому с моей точки зрения видится правильно вкладывать со стороны компании деньги в развитие именно вот сообщества, в смысле не сообщества нашего, а через вкладывание в наше сообщество вкладывать в развитие сообщества как вот как совокупности IT-инженеров в индустрии. И эти люди придут работать потом в эту компанию так или иначе когда-то, потому что учитывая дефицит кадров и то, что все по кругу ходят, как в этом мемчике, то там в целом вероятность, что к вам придут те люди, которые сейчас ходят на нашем этапе, она большая. Вот у меня вопрос прямой. Ну, вот, Катя, ты когда сказала, что, в смысле, тебя вот мы послушали на тему, как у тебя строится работа, и кажется, все достаточно понятно. Есть программный комитет достаточно независимый, нужно, наверное, прийти в этот программный комитет, что-то там, ну, точнее как, поддерживать сообщество, наверное, ты не будешь поддерживать еще одно сообщество в целом, ну, так, глобально, потому что вроде у вас уже есть, или как, или ты будешь, будешь поддерживать. Вот, вы готовы работать с другими сообществами? Слушай, готова. На самом деле, прям, правда, готова, потому что готовить метапы сложно. У меня есть площадка. Я, правда, с огромным удовольствием поддержу какой-нибудь метап по моему сообществу и так далее. Вот. Но был у меня кейс, когда он ко мне приходит в сообщество и говорит, давайте мы пройдем у вас метап. Упоминать мы вас не будем, спикер ваш нам не нужен, вы нам просто гиды дайте и площадку, и сами лучше не приходите. Я говорю, извините, ребят, а зачем мне? Ну, в смысле? Ну, развивайте сообщество. Это же надо для рынка. Погодите, ребят, а вот можно как-то такое вот про вин-вин? И вот такие истории мне неинтересны, честно. Катя, скажи, извините, от обратного. Скажи, что нужно сказать, какое есть кодовое слово, там, кодовый набор слов, чтобы вот не, чтобы прям сразу вызвать желание помочь сообществу. Что, как ты видишь вот предложение от сообщества, которое тебе бы прям залетело, и ты сказала бы shut up and take my money? Окей, мы делали метап в прошлом или позапрошлом году, в нижнем, когда ко мне пришел Никита Собелев, я сказала, слушай, а давай сделаем метап в нижнем. Вы когда-нибудь делали? Нет. Ну, давай. Я там со своей стороны тебя познакомлю с ребятами с площадкой, вы там как-нибудь договоритесь, с вас какая-нибудь организация, там, видео, аудио, не знаю, там, еда и так далее, а я в местное сообщество закину, людей позову. Спикеров вместе находим. Давай-давай, принято. Все, мы сделали метап за неделю. Какого-то супер-профита для нас как компаний, наверное, не было, но мы не ожидали там одного метапа в незнакомом городе какого-то супер-профита. Но это была понятная история. Все понемножку уложились, сделали прикольное мероприятие. Надо бы повторять. Такие истории мне очень нравятся. Когда понятно, что делать, понятно, как делать, и от меня не просят всего сразу. Мне говорят, что могут сделать, и просят какой-то кусочек. Так классно. А есть какой-то, не знаю, диапазон бюджета, в который ты готова идти или не готова идти? Может быть, есть такие критерии или нет? Ну, потому что я, например, без понятия, сколько стоит метап в регионах. Я знаю, в Питере цены, потому что я этим занимаюсь, а в регионах я без понятия. Вот некоторые говорили, что в Нижнем дороже, чем в Питере, а сделать метап. Или как бы разговор про деньги здесь лишний, типа надо просто прийти с хорошей идеей и нормально. Мне кажется, здесь разговор про деньги очень сложный. У нас в Нижнем, я точно помню, что кейтеринг раза в три оказался дороже, чем в Владимире. Мы удивились, мы на это не рассчитывали. Но в целом, ну, как бы не самая большая история. Для меня, наверное, это должен быть разумный бюджет. Ну, то есть, условно говоря, кейтеринг за 50 тысяч, это окей, 100 тысяч нормально, 300 тысяч, ну, наверное, перебор. Опять же, зависит от размера мероприятия. Я говорю, это какой-то небольшой метап, да. Вот. Или, не знаю, привести спикеров, там, как бы, моя поддержка как компании, например, привести на этот этап спикеров. Привести спикера из какого-то центрального региона России, это окей. Привести спикера из Аргентины или Владивостока, ну, наверное, сложновато. В средней России все-таки спикеров тоже достаточно много. То есть, какие-то такие, знаете, истории на уровне здравого смысла. Ну, а вот у всех здравого смысла разный, я понимаю. Да, Жень, вот я как раз тебе хотел, спасибо, Катя. Жень, хотел тебе такое же образовать, просто вот Авито сильно больше компания. Я как человек, который тоже работает в большой компании, в Бектехе, я понимаю, что зачастую, вот, опять же, не говорю конкретно про мою компанию тречь или нет, но я видел много разных процессов внутри больших компаний. Там, по сути, деньги валяются, они под ногами, просто ими все устелено. Но, как только ты напоняешься их поднять, ты понимаешь, что все не так просто. Вот, Жень, что нужно сделать, чтобы Авито поддержало сообщество? Творческая подводка, Леша, спасибо. Там, да, деньги редко являются проблемой, и проблемы как раз появляются в организационном ресурсе. Метап за неделю нет, потому что там эта площадка расписана на два месяца вперед, и чтобы мы запланировали свою загрузку, сообщество должно прийти за два, лучше за три месяца, за два это прям впритык. Это прям важно. Важно понимать, что мы не можем сделать метап ниже, чем наши стандарты. Мы будем делать метап по той конве, которую мы всегда делаем, он нам всегда влетит в строго определенную копеечку. Там нельзя сэкономить ни на идее, ни на пространстве, а еще мне нравится, что в нашем бизнес-центре включение вентиляции в выходные дни стоит половину бюджета метапа. Типа 150 тысяч, только чтобы ты мог дышать в офисе. И такие, ну, мелкие штуки, про которые ты не знаешь и не догадываешься, пока ты не погрузишься в корпорат, там, те же уборщицы, видеосъемочная группа, то есть метап нельзя провести без онлайна нынче, да, мы уже все привыкли, что все метапы записываются. Это отдельная съемочная группа, это оборудование, все это должно быть спланировано, все это должно быть расписано. Но это прям детальки. Я хочу, чтобы ко мне пришло сообщество и сказала, там, на какую тему, чтобы это был мой технологический стэк, а не какой-то левопривязанный. И чтобы сообщество сказала, мы готовы быть программным комитетом, смотреть доклады, смотреть спикеров, программы на нас, мы приведем людей. Я со своей стороны готовлю вот это вот все корпоративное, чтобы оно все поехало. Тогда, мне кажется, это какая-то равнозначная история, в которой мы, каждый из участников, делает свою работу. Я организационный, программный комитет содержательный. И мне кажется, на таких условиях я бы с радостью соглашалась. Чем больше, тем лучше. Спасибо. Вот ты прям сказала, ты прям в две мои боли как лидера сообщества ударила. Первый – это стэк, потому что, ну, вот dotnet-стэк, который мы популяризируем, он именно в бигтехах не так уж популярен, ну, в тех, которые остались в России после 22-го года. Вот, то есть вот на самом деле у нас там до ковида не было недостатка в компаниях, которые нас поддерживали. Это были там и галеры, и продуктовые компании разные. Вот, но сейчас мы столкнулись с тем, что, да, компании, многие исчезли из поля зрения, которые поддерживали dotnet-сообщества, а там в том же авито, dotnet-а нету, в некоторых других компаниях тоже. И это первая боль. То есть найти вот тех, кому этот стэк интересен, либо на самом деле у нас были успешные истории с компаниями, у которых нет dotnet-стэка, но они просто готовы поддерживать, как я и говорил, просто индустрию в целом. И, ну, опять же, это было скорее там до ковида. У нас была прям очень классная история с компанией Sprintbox. Там вот они прям, они делали таких еще кубических котиков в качестве мерча. И вот они были готовы нас поддержать в любой момент. А вторая боль – это то, что, ну, опять же, скажется, общая своя специфика. Вот у нас специфика, что у нас лидеры такие, немного, как бы это сказать, импульсивные. То есть мы там… И спикеры… Ну, опять же, у нас спикеры, у нас пайплайн спикеров. Мы, типа, готовим-готовим, и вот спикер готов. Внезапно оказывается, что его надо выпускать на сцену, и нужно провести митап. И мы, короче, у нас, в общем, бывают ситуации, когда нужно провести митап через две недели или через неделю, например. Вот. А моя задача, да, найти при этом партнера. Это очень интересные квесты. Наверное, самый эпичный был, когда в марте 20-го года мы проводили митап, и, ну, там все помните, что там было, и у нас за два дня до митапа компания сказала, что, ну, вот площадку мы вам уже оплатили, с этим ничего не сделаешь, а дальше вы сами, мы пошли. В общем, ни видеосъемки, ни еды, и упоминать нас нельзя. Вот. И я за, там, полтора дня нашел, как бы, одну компанию, которая нас покормила, другую, которая видеосъемку организовала. Это было эпично. Да. Короче, но, Женя, спасибо. На самом деле, классный рецепт. Мне кажется, что для тех, чей стек ложится в концепцию Авито, это хорошая история. То есть, Женя, приходить прямо вот к тебе, да, если что, или есть какие-то другие? Ну, слушайте, можно ко мне. У меня есть и венчики, деврелы. В целом, можно ко мне. Без проблем. Окей. Смотрите, у нас потихонечку мы движемся к концу встречи, но хочется, как бы, не просто как-то завершить, попрощаться, да, хочется что-то сказать. Вот давайте, я не знаю, рецепт. Мы обещали дать рецепт. Вот мне кажется, у нас здесь собрались эксперты, каждый из которых может прямо в несколько словах, дать рецепт, что делать сообществу, как правильно найти поддержку и развиваться. Леш, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Я с удовольствием сегодня послушал мнение коллег и, наверное, вот по итогам нашей дискуссии хочу дать два рецепта. Первый рецепт сообществам, а второе всем нам. Значит, сообществам, ну, это скорее даже такой лайфхак, который вот на основе нашего опыта в дефесте видно, что хорошо работает. То есть, я вам честно скажу, что когда мы приходили первый раз к компаниям, ну, большинство ничего не отвечали. Ну, и как бы люди заняты, что-то там делают, кто мы такие, нас никто не знает. И, ну, вот тут важно всегда прийти второй раз, а еще лучше третий и четвертый. То есть, надо не стесняться быть терпеливым. И, ну, я имею в виду прийти с дефестом 2021 года, прийти с дефестом 2022, прийти с дефестом 2023. И вот когда приходишь, а на дефест 2024, тогда к тебе уже приходят. Вот. И вот это терпение и работа в долгую, то есть, в долгую очень легко выигрывать, если ты хочешь это делать в долгую. И, ну, часто айтишники этим страдают, да, то есть, у них как бы вот это, как сказать, ну, чувство собственного величия, оно прокачено, и все время не хочется его ронять. И если тебе один раз не ответили, это все сразу блок-лист. И вот, ну, я мало встречаю среди айтишников, переговорщиков, которые, ну, способны монотонно и терпеливо продолжать строить отношения, несмотря... Ну, то есть, как бы проявляя эмпатия, понимая, что, ну, человек не ответил не потому, что он такое зло вселенское, да, а потому что, возможно, у него были какие-то причины на это. И другое, вот, рецепт всем нам, то есть, сообщество, это же про правенство, про важность каждого элемента в этом сообществе. Вот сегодня на дискуссии я одну такую штуку словил, сейчас я ее подсвечу. На конференциях я это часто слушаю, то есть, это вещи, которые люди говорят вслух, собираясь вместе. Вот я сейчас просто в кучку соберу, и вы подумайте про то, как это страшно, и насколько, ну, как бы, с другой стороны, это просто этого избегать. Смотрите, допустим, мы, допустим, у нас есть столица и регионы, то есть, когда мы начинаем, ну, то есть, я общаюсь с некоторыми людьми, организаторами, они сразу говорят, типа, регион, нет, все фигня, все деньги в столице, ну, и вот это отношение такое столичное, ВС региональное. Люди в регионе такие же классные, как в столице, то есть, ну, как бы, здесь, это как-то, то есть, это можно чем-то аргументировать, но не тем, что как бы проблема в регионе, проблема там, ну, условно, в вашей креативности, возможно, в том, что вы не понимаете, как в регионе сделать. Вот, или слышим, когда компания X, не будем сейчас никаких имен говорить, да, но компания X на конференции говорит, мы компания X, у нас много денег, мы можем все купить. Денег чьих, как бы, ну, как бы, там, условно, в конечном счете налогоплательщиков, да, и, как бы, ну, такое отношение, ну, это испанский стыд, в конечном счете, видеть такое отношение с позиции деврелов, к сообществу, и людям, с которыми они в этот момент общаются, и вот сегодня в разговоре прозвучало тоже, типа, продукты и галеры, ну, что такое галеры, это те люди, которые занимаются заказной разработкой, почему мы их называем галерами, ну, как бы, короче, вот, когда мы в эти сообщества, начинаем вот в такой снобизм скатываться, мы убиваем возможности для развития сообществ, вот я предлагаю, вот прям, как бы, каждому вспомнить, где его грех в этом месте, и, ну, как бы, нам все вместе, как-то помнить, что мы все классные, и тот, кто сегодня, может, не зарабатывает больше всех денег, он может, ну, принести намного больше пользы тех, кто там уже где-то сидит у какого-то очага с большим количеством денег. Спасибо. Да, спасибо. Можно я коротко проопонирую? Все классные, даже галеры, это понятно. Давай, так, кратко это правильно, потому что у нас осталось буквально несколько минут, давайте чуть-чуть. Да, проблема-то не в том, что у столицы прикольнее, а у Омска уныли и столица против регионы. В Москве, если ты проводишь метап, и у меня был случайный кинозал в моем бизнес-центре на 300 человек, мы проводим метап, сажаем 70 в офисе, либо проводим метап, сажаем 300 в кинозале. То есть, зависит просто от площадки. Все 300 придут, и они приходили. Если я иду в Омс, я вообще не знаю, сколько там будет людей, но уверена, почему-то, что не 300 по любому из стеков. Здесь просто, ну, это не снобизм, это банальные расчеты и калькуляции маркетинговые. Ты смотришь, какую целевую аудиторию ты можешь покрыть. Кому-то важно на этих, ну, на эту небольшую аудиторию старгетироваться. Мне кажется, важнее искать компании, которые хотели бы старгетироваться на эту узкую аудиторию. Они тоже есть. Возможно, это просто не гиганты, или наоборот, это как раз эти гиганты, у которых 20 офисов разработки по всей стране. Ну, я тут вернусь к мысли про то, что сообщество это про качество, да, если мы хотим получать охваты, ну, наверное, тогда надо же не в Москве делать, а как-то научиться в онлайне собирать всех людей на свою конференцию, в Телеграме, супер, вот, Кирилл в этом плане, да, прекрасно это умеет делать, находясь в Белоруссии, собирая всю российскую аудиторию у себя в сообществе. Поэтому, ну, как бы, тут тогда уж идите и из Москвы вперед выходите, что в Москве сидеть. Так и вы молодцы делаете онлайн вот прямо сейчас, да? Давайте Кате передадим слово. Кате, спасибо. А можно я за старый добрый оффлайн тоже немножко подниму ручки? Мне кажется, что еще надо не стесняться ходить друг к другу в гости, предлагать сотрудничество и просто делать местные маленькие недорогие митапы с теми, кому это тоже интересно. Мы сейчас с ребятами из Ярославля планируем делать совместную историю. Я во Владимире, приходите, сделаем во Владимире. Я очень давно хочу сделать в Смоленске, у меня есть для этого ресурсы, но у меня нет никакого ни сообщества, ничего. Если вдруг кто-то из Смоленске, давайте сделаем. Пермь тоже отлично поддержу, еще куча городов, где уже кто-то есть, давайте находить друг друга, просто не стесняться ходить друг к другу в гости и что-то вместе делать. Есть куча людей, которым интересно делать оффлайн мероприятия, но просто они настолько погружены в себя, в свои проблемы, в то, что им никто не помогает, в какую-то корпоративную жизнь, что мы друг с другом не ходим знакомиться. О чем я сейчас говорю? Есть сообщество, которое твердо уверено, что ему никто не помогает. Давайте приведу пример. Непонятно, возможно. Однажды, несколько лет назад, года три назад, я приехала во Владимирский вуз и мне до конвуза в течение часа рассказывал, что ничего нет, никто не хочет делиться знаниями, никто не хочет учиться. Честно, потрясающий человек, но он мне долго рассказывал. Я час слушала, мне было это очень сложно, а через час я его пригласила на метап, который я абсолютно бесплатно организовываю во Владимире. Он крайне удивился, потому что он про это не знал и не догадывался. После этого мы там в течение года делали метапы вместе на базе университета. Но чаще всего мы просто не знаем, что рядом есть кто-то, кому тоже интересно и кто готов помогать. И живем вот в этом пузыре, что все плохие, сообщества плохие, компании плохие и так далее. Давайте просто ходить ножками и учиться договариваться. Спасибо. Очень круто. Прям очень классная мысль. Кирилл, скажи что-нибудь нам хорошего. Ну, что я могу сказать. Для сообществ, как минимум, если вы будете полагаться только на компании, что компании, что должны принести, занести, сделать, что-то начать двигаться, ну, на этом можно останавливаться с сообществом. То есть это не сообщество. Сообщество – это первые люди. То есть попробуйте сделать. В России, опять же, очень много возможностей для этого. Площадка, там, точка кипения. Думаю, даже можно договориться в офисе какой-то компании провести. То есть мы, например, так встречи какие-то проводим в офисах компании. Они идут на партнерство без всяких условий и, в принципе, довольно хорошо. Вот. Спикеров, ну, хотите начать, чтобы к вам люди ходили, выступали, начните сами что-то показывать и делать, а не вот начинать все это организовывать, искать, пытаться сделать. То есть, опять же, всякие инициативы там бесплатные. Я у себя всегда там про анонсшу, даже локальные какие-то хорошие. Все-таки нормально, лояльно к этому относимся и поддерживаем все эти штуки. То есть не нужно думать, что тут все против вас и тут никто ничего не поддержит. Вот. Компании зачастую, они просто, то есть к ним нужно прийти с адекватными условиями, нормальными, и понимать, что кого-то там поблагодарить за помощь при застрелении площадки или чего-то, это естественно. И нормально выразить спасибо тем людям, которые идут вам встречу, тоже тратят на это время, ну там время, деньги, финансы, возможности свои. То есть в любом случае что-то это тратится. Это нормально. То есть считать, что кто-то кому-то должен, опять же, на этом можно останавливать, типа, что вам никто ничего не должен. То есть нужно делать все это совместно. Компаниям же на свой счет я бы хотел пожелать, чтобы они все-таки начали понимать, что ценность сообщества и что порой к этому нужно относиться как к благотворительности, а не как к способу там поиска, выуживания информации, контакт или чего-то еще. Опять же, потому что рынок-то общий, все равно тут бесконечный круговорот кадров в природе происходит. И люди меняются, составы меняются, появляются новые. То есть посмотрите, даже сколько ребят вышло из сообществ, чему-то там научили, сделали, сколько там курсов было. Вот. И, наверное, еще один такой мой большой совет компаниям, это попробуйте посмотреть не в свои метапы. Если вы хотите, чтобы вас больше знали, вас тоже рассказывали, нужно, чтобы ваши люди выступали. Не важно, что это будет. Площадка, площадка сообщества, где-то какой-то оффлайн-метап сделать с коллаби, где-то там с каким-то сообществом прийти, предложить сказать, вот, мы готовы вам поддержать, хотим там сделать все вместе. Это может быть что-то онлайн, где-то на какие-то каналы, все. То есть тут главное желание и, опять же, понимать, что, ну, что компания хочет. Компания хочет пропиариться и собрать контакты там, чтобы имя больше посвятилось и везде было больше вывесок. Или она хочет рассказывать про экспертизу, которая есть у нее в компании, рассказывать, специалисты делились этим опытом и приходили. Вот. И вот это тоже такой важный момент, потому что действительно, если вы хотите стать крутой компанией, чтобы у вас стал легче найм, какие-то метрики там понижались и люди о вас знали, нужно, чтобы ваши специалисты больше об этом рассказывали в инженерном сообществе, а не везде, на каждом углу была ваша вывеска. Спасибо. Спасибо, ребят. На самом деле, очень-очень правильные слова у всех и, мне кажется, ну, очень какая-то позитивная и при этом полезная вышла дискуссия. Видно, что все действительно как бы эксперты и живут этим. Я от себя, наверное, хочу сказать, что давайте не забывать про то, что у нас есть зеркальные нейроны и нужно больше эмпатии, больше понимать, как и чем живут на другой стороне, потому что вот если вы погрузитесь в реальность компании, вы поймете, насколько сложно организовать этот самый метап со сторонним сообществом. Там есть очень много подводных камней. Вот просто на вскидку, да, есть такая история, что вот вы как сообщество приводите людей, а отвечает как юрлицо, как будто бы компания за то, что организовала этот метап. И если что-то пойдет не так на этом метапе, то кому придут в итоге с, ну, так скажем, с претензиями, да, вот, например, такие штуки. И наоборот, вот компания, когда относится прохладно к сообществу, те люди, которые относятся прохладно к сообществу, забывают зачастую, что, ну, вот этот человек в компании, он, ну, вот, у него эта роль, она, он как бы в компании занимает какую-то должность, которая позволяет им это делать. Он получает за это деньги. В сообществе, как правило, это волонтеры, энтузиасты, то есть это люди, которые просто огромное количество своего времени, короче, в свободное от работы время занимаются работой с сообществом, да, то есть работают в свободное от работы время. И, ну, это чисто волонтерская работа, это огромные ресурсы, человека месяцы, человека годы. Вот, поэтому давайте относиться друг к другу с пониманием, уважением, больше разбираться, кто, у кого какие сложности, и как-то в гармонии, мне кажется, эти сложности можно преодолеть. А для того, чтобы вот лучше в это все погрузиться, есть несколько чатов, где сидят, где правило-специалисты не только обмениваются опытом. Там, приходите, не знаю, в чаты сообществ, на конференции, где зачастую те или иные лидеры есть. Вот, огромное спасибо, мне кажется, очень классная была зона сообществ на ЯТолкс, на конференции Яндекса, там собирали лидеров сообществ. То есть есть площадки для обмена опытом, давайте сюда приходить, обмениваться. В Питере есть ITGM, IT Global Meetup, где все сообщества собираются. Есть куча площадок, где можно друг друга понять лучше и выстроить это взаимодействие. И еще, что важно, и сообщества, и на самом деле компании, это люди, то есть вы когда говорите «сделаем митап с Авито», вы на самом деле делаете митап не с Авито, а во многом с Женей Голиевой или там с Катей Фирсовой. И то же самое и сообщество. Сообщества – это тоже люди, лидеры этого сообщества. Поэтому на самом деле нетворкинг и дружеское, теплое отношение друг к другу решают, таким образом гораздо проще решить все проблемы. Вот, а на этом мы тогда завершаем. Я… Авитос.